Добрый день, дорогие друзья! С вами ведущий аналитик Гранд Капитал Роман Кушаев. Сегодня мы поговорим о том, как преображалась Москва за последние десятилетия. Объективно разберем конкурентные преимущества огромного мегаполиса и планы по развитию столицы. Москва это важный институциональный центр. Здесь концентрируется вся деловая жизнь России, штаб-квартиры крупнейших корпораций, самые престижные учебные заведения страны, развитая инфраструктура и неограниченный потенциал для роста. Все денежные потоки проходят именно через Москву. Стоит также отметить, что вопреки расхожему мнению, это не означает, что вся Россия кормит столицу. Не забывайте, Москва является крупнейшим городом Европы и только официально ее население превышает 12,5 миллионов человек, что больше таких стран, как Португалия или Чехия. Основа бюджета Первопрестольной формируется за счет сборов с огромного количества налогоплательщиков, в частности НДФЛ. Это так называемая столичная рента, с которой можно конкурировать только аналогичная нефтяная рента Ханта-Мансийска. Для поддержки подобного статуса городу необходимо постоянно развивать инфраструктуру, экологию и статусность региона. Казна богата и средств для развития города более чем достаточно, тем более при текущем курсе рубля и ценах на нефть. В недалеком прошлом большая часть казны шла в карманы девелоперов, в то время как инфраструктурные проблемы в большей степени игнорировались. Перманентные пробки и точечные застройки не давали городу дышать. После скандала с передачей одного из строительных проектов своим родственникам, тогдашнего мэра Лужкова отправили в отставку. И ему на смену пришел уже не коренной москвич Сергей Собянин, что могло создать сложности в коммуникации с московскими избирателями. Но не стоит забывать, что сама Москва тоже далеко не вся коренная и москвичей в третьем поколении не более чем 15 процентов. На стороне жителей было весьма однозначно. Им хотелось видеть, на что идет столичная рента. И командой нового мэра была поставлена весьма правильная цель – разобраться с неразвитостью транспортной системы. Расходы на дорожное строительство были с 22% до 28% до городского бюджета за счет сокращения неэффективных социальных расходов и частично за счет федерального бюджета. На первых порах москвичи не разделяли оптимизм относительно данной политики. И не столько из-за трат на развитие транспортной системы, сколько из-за сокращения раздутых социальных расходов. В 2010 году душевые расходы московского бюджета превышали расходы остальных регионов в 1,8 раз, в 2015 всего лишь в 1,2 раза. Здравоохранение они сократили с 2 до 1,5, а расходы на социальную защиту с почти 3 до 2. Многих волновало, если Москва такой богатый город, то почему приходится экономить на жителей? Тем более, что подобные темы гораздо острее стоят в массах. Требовалось время для осознания, что деньги не берутся из воздуха, и как следствие ресурсы необходимо перераспределить, исходя из долгосрочных перспектив, чтобы не отставать от мирового уровня крупных городов. Порой жители были недовольны мэром из-за его непопулярных решений. Например, резкое ведение платной парковки. Однако результаты данной реформы оказались выше любых ожиданий, сократив число глухих заторов и увеличив среднюю скорость движения. Платные парковки также приносят бюджет более 4 миллиардов рублей ежегодно. Вместе с тем активно развивалась сеть общественного транспорта, открывались новые станции метро, появилось комфортабельное московское центральное кольцо, появлялись новые надземные маршруты, обновился автопарк, появилась гибкая система оплаты проезда, в надземном и подземном транспорте внедрена сеть, бесплатный Wi-Fi и многое другое. Транспорт стал ходить строго по расписанию. Как результат, уже в 2017 году жители Москвы совершили почти 4 миллиарда поездок, что более чем в два раза больше, чем в 2010 году, а также число дорожных происшествий сократилось на 59%. Не забыла новая администрация и о развитии транспортной инфраструктуры. Появились новые развязки, были проведены работы по замене дорожного полотна, транспортные артерии были расширены, появилась сеть платных трасс-дублеров, в результате чего сообщение между удаленными районами и центром Москвы улучшилось. Улучшения были не только в транспортной сети. Удалось также сократить темпы роста тарифов на ЖКХ, увеличить объем привлекаемых инвестиций. Среди депутатов работа Собянина оценивалась позитивно. Программы успешно реализовывались, поставленные задачи решались. Город находился на поступательном и гармоничном пути развития. Была и критика за значительные траты на праздничные мероприятия на фоне сокращения социальных программ. Например, траты на день города превысили отметку в 500 миллионов рублей. Тем не менее, в целом, изменения Москвы за последние 5 лет оцениваются позитивно. Сейчас главным проектом московской мэрии является проект реновации. Программа по сносу ветких пятиэтажек реализуется в Москве уже не первые десяток лет, но теперь процесс собирается значительно ускорить. Проект был одобрен 21 февраля 2017 года, практически сразу после того, как предложено. Это вызвало бурю негодования со стороны собственников и оппозиционных партий на предмет соблюдения конституционных прав. В результате законопроект до сих пор вносит значительные поправки. Под снос попадут тысячи домов, в которых живут более 1,5 миллиона человек. Стоимость всех работ и требуемых издержек – 3,5 триллиона рублей. Хотя первые три года ожидается потратить не более чем 300 миллиардов. В планах по визуальному развитию Москвы есть развитие пешеходных зон, не в ущерб транспортной сети, выработка четких правил для новых застроек, дабы те гармонировали с историческим центром, разгрузка центра от офисов и перенос деловых зон на окраину, по примеру Москоу-сити. Современный внешний облик Москвы можно охарактеризовать как город, развивающийся по европейскому образцу, в сторону неперегруженной эстетики, нежели в громоздком азиатском стиле с множеством кричащей рекламы и уличных киосков. Вполне естественно, что у текущей тенденции развития города есть как сторонники, так и противники. Однако большинство местных жителей и гостей столицы, в том числе посетивших чемпионат мира по футболу, отмечают положительные перемены, произошедшие с Москвой за последние 10 лет. Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал и наши социальные сети, чтобы не пропустить новые истории из мира финансов. На этом я с вами прощаюсь, до скорых встреч!